Доброго времени суток, дамы и господа. На пути нашего одевания, неважно, маленький итем-левел, средний итем-левел, большой итем-левел, встречается много разных интересных моментов. Одеваться можно как угодно. Миф-плюсы, рейды, но к этому добавились еще и замечательнейшие крафты. От каждой профессии что-то свое, что-то свое интересное. Например, от инженерного дела мы можем взять интересные запястья, вставить туда гаджет на БР и, будучи воином, каким-нибудь магом, просто брать и берить людей. Это выглядит круто и эффектно. Будучи каким-нибудь кузнецом, мы можем делать оружие, двуручки 418-го итем-левела. Ну или без участия на стоя 392-го итем-левела. Также в различные вещицы можно добавлять украшения. Некоторые вещицы уже делаются сразу с украшением. Например, нестабильный пояс ледяного огня. Или, например, аркан стихии, популярное ожерелье, которое юзают почти все абсолютно. Конечно, сложно во всем этом разобраться в тот момент, когда вы только недавно влились в игру. Или же, например, вы только сделали твинка и хотите быстро как-то разобраться в том, что вообще вам нужно крафтить, какие украшения для вас являются хорошими. Потому что просто так профукивать искры в ненужные крафты, я думаю, никому абсолютно не хочется. Продемонстрирую вам замечательное руководство на всеми знакомом сайте с хорошей подборкой крафтовых вещей и украшений. Переносимся на вовхед. Лучшие украшения и крафтовый гир для всех классов. Написано то, что мы получили 5 искорок, также на нас повешивался баф, который позволяет нам отыскивать искры абсолютно отовсюду. Так оно и есть. Мы убиваем рарников, мы убиваем рейдовых боссов, мы лутаем всякие сумочки, почвы, которые имеются от драконьей экспедиции. И да, у нас имеется некий шанс полутать искорку. Я вот, например, искру себе полутал, шестую получается, и таким образом сделал себе одну ручку на фроста, потому что фрост нужен на освоении мифической рашагет. Это хороший был мув, это хорошее было вложение, действительно полезное. Ниже у нас расписаны абсолютно все по таблицам спеки, классы, лучшие украшения, эмбеллишментс и бест крафтед гир. Касательно эмбеллишментс, слово такое классное, мне оно прям нравится, я надеюсь, я его правильно читаю. Украшение. Касательно украшение у нас получается так, что у многих будет аркан стихий, прям реально у многих. Если же какое-то название предмета вам непонятно, ну пытайтесь понять по иконке, но все же, если оно прям вообще непонятно, что это такое, то мы открываем предмет в новой ссылке, мы жмем на глобус, жмем русский, и у нас появляется русским текстом, что это вообще за предмет. Таким образом становится чуточку понятнее. Касательно перевода все высказал. И таким образом мы просто листаем, смотрим, то есть какие украшения являются лучшими. Например, если рассмотреть Анхоли ДК, то лучшие украшения это аркан стихий, а также это нестабильный пояс ледного огня. Если мы хотим себе что-то крафтить вообще в принципе, то типа аналогично. Но вдобавок к этому мы крафтим еще те слоты, которые, например, у нас слабого итем-левела. В основном это правильно. Менять слабые слоты на более сильные, это полезное вложение. Ниже все классы, все спеки, где-то просто будет указан синий предмет. Имеется в виду то, что вы можете накинуть его на абсолютно почти любой предмет. Это подкладка из синего шелка, это клык, который вешается на оружие. Ну а это просто мешочек алхимических приправ, который усиливает время действия еды, и она не сбрасывается при смерти. Мешочек кидается на любую вещицу абсолютно, и украшением при этом он не является. Слот украшения не занимает. Украшения можно носить всего лишь два. Видео отдельное, кстати, на мешочке будет в описании. Предмет дорогой, я там рассказывал, как его формить, для чего он нужен, и его вообще специфику. Также где-то помечены, например, инженерные предметы. То есть смотрим это все, конечно, что же изучаем. И таким образом листаем, все чекаем и все просматриваем вообще, что нам нужно, что мы хотим крафтить, что мы не хотим. Если же, например, есть какие-то представители пробудителей, эволкеров, и тут, например, что-то неправильно, дайте знать об этом в комментариях. И, думаю, люди, прочитав ваш комментарий, задумываются об этом. Вдруг, на вовходе ошибка. Мало ли, мало ли. А так, то есть абсолютно все классы, все спеки, все прописано. Изучайте. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. Хороших вам крафтов, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!